тоже друзья доброе время суток отличная возможность познакомить вас с еще одним замечательным маршрутом выходного дня если вы вдруг находитесь в латвии видземская часть латвии мельница ерики лучшая остановка на видземском шоссе так ее называют объект интересен тем что это не просто отличное времяпровождение выходного дня это очень важное место для того чтобы прочувствовать латвию есть локационные места где ты можешь просто насладиться латвией и понять без слов что такое латвия одно из таких мест мельница ерики это рукотворное создание с прекрасной истории который не оставит вас равнодушным здесь есть красное кафе тут же и локации которые действительно наводят на мысли на размышления и я думаю вы не останетесь равнодушным после посещения данного места моя же задача познакомить вас и рассказать о том что вы здесь реально увидите и что вы здесь возможно почувствуете очередное путешествие выходного дня рассчитанное на позитивные эмоции вашей семьи с Владимиром Волошиным заклиним с вами в мир чистоты освежающего водопада и почувствуем настоящую душу латвии но а сейчас по традиции реклама самой позитивной страны евросоюза латвии старый город огловская базилика топ достопримечательностей латвии пил сундулский дворец наша кухня наш напиток и лучшая строительная компания латвии бригада 1 спонсор данного выпуска путешествие с Владимиром Волошиным начинается итак мы приехали на 72 километр визомского шоссе который находится по пути рига псков вот такое замечательное кафе подкрепились очень интересно и зашли вход стоимость входа два с половиной евро для взрослого а пенсионеры и дети полтора евро семейный билет отсутствует вот а теперь мы пошагово заходим в нашу сказку это место было признано самым красивейшим водопадом латвии вот не буду врать по какой версии но я это слышал этот водопад находится практически под шоссе поэтому его легко не заметить и проскочить на автомобиле о том что он здесь есть небольшая табличка и для ориентира то кафе рядом параллельно бензоколонке которую мы видели в начале осенью тут идет на ярист лосось это уже отдельное приключение у лосося нет практически шансов перепрыгнуть через эти водопады но само действие оно завораживает и дополняет какую-то изюминку этому месту вдоль речки проложены деревянные тропы с многочисленными смотровыми площадками беседками лавочками здесь все предусмотрено для отдыха но больше всего интересно то что здесь журчание воды я сейчас выключил этот звук потому что здесь практически все шумит и эту симфонию шумов создают десятки маленьких ручейков которые спускаются с разной высоты в этот овраг это очень необычайная история и что интересно когда мы здесь были зимой это совершенно другая история весной 3 истории осени 4 сюда можно пять несколько раз в год и смотреть как преображает это место природа это очень интересно очень уникально вдоль тропы установлены зеленые скульптуры то есть те скульптуры которые замка они нам попадутся сейчас по дороге еще внимательно здесь можно рассматривать духа воды сейчас мы их тоже где-то поищем то есть путешествие с детьми и дети может быть не поймут эту философию может быть им и не нужен этот релакс ведь они не вкалывают 24 на 7 и не имеют определенных депрессий правда же поэтому чтобы детей заинтересовать и увлечь здесь есть сказка есть сказка о принцессе замкнутой старой мельницы ее нужно найти вот те самые экологические скульптуры звука например эти журавлики вот и повсюду здесь прячен спрятаны духе воды они могут быть в виде скалы и они могут быть в ручье они могут быть замаскированы в мхе в дереве и детям нужно найти всех этих духов воды это отдельное развлечение но которое будет интересно на мое усмотрение даже для взрослых сейчас вместе с вами кстати этим и займемся вот но а пока мы их не нашли этих духов воды вот смотрим видите вот первый дух воды замаскированный под камень видите как он выглядит красавчик вот постепенно мы движемся к зданию самой мельницы самому строению более 300 лет но к сожалению 87 в 1987 году случился пожар и дальняя данная мельница превратилась в руины зато восстановлено водяное колесо который является самым большим колесом в прибалтике на действующая то есть на этой мельницы не молят муку но само колесо функционирует и это очень энтуражно видите здесь немножко я дал звука природного то есть симфония воды очень успокаивает вода вообще она успокаивает и прогуливаясь по этим тропам как-то на душе покой как-то спокойно опять мы натыкаемся на скульптуры природные очень красиво оформленные здесь действительно очень хорошо постарался флорист эти банки для того чтобы в них ставить свечи и если вы приедете сюда в ночное время ночью то здесь просто огненное шоу это все в разных свечах это все в разных факелах и это совершенно безумное действие никогда его не посещал видел только на проспектах обязательно когда ему заедем сюда на ночное шоу огненное ночное шоу а сейчас плавно подходим к мельнице той самой мельнице который больше 300 лет и вот оно самое большое колесо в балтии водяное как интересно да если мы приезжаем сюда зимой совершенно другой пейзаж и нас радует количество факелов в зимнее время и огня когда холодно хочется тепла и это совершенно другие эмоции другое ощущение другая философия когда мы приезжаем сюда когда идет на нерест рыба это другое увлекательное действие поэтому это овраг такой который природа трансформирует и в зависимости от того в какое время суток и время года вы сюда приезжаете такие эмоции вы получите но они обязательно все будут релаксовыми и позитивными это место как нельзя лучше подходит для фотосессий те кто любит фоткаться для инстаграмов и прочих стиральных сетей это место действительно подходит что интересно она оборудована для слабо видящих то есть если мы сейчас будем идти то можем видеть что на каждый перил и есть забыл как это азбука называется когда слепые люди могут пальцами читать здесь вот эта штука присутствует практически везде и она сделала так чтобы скользкие деревянные помосты были удобны для слабо видящих это одна из позитивных вещей опять видели скульптуру лося природную и видите разные обзорные локации вот сейчас посмотрим еще одного видите водяной дух дух воды вот где спрятался вот интересно сколько вы за свое посещение найдете этих духов кто-то говорит их 30 кто-то 12 но кто-то не находит и ни одного что интересно что тропа она осуществляется по кругу сначала мы идем по одному берегу до конечной остановочки потом разворачиваемся и движемся по другой стороне это не мешает пешеходам пересекаться если вдруг здесь окажется больше народу и не мешает наслаждаться этим местом что интересно то здесь больше скажем так муховых растений количество мхов и мухи они ведь пахнут по своему то есть когда мы будем где-нибудь у моря и можжевела морской воздух это один воздух а тот воздух который создается в обилием влаги и обилием мхов это совершенно другие ощущения но это чувствуется журчание воды она успокаивает а то количество необычайных вещей и детей и взрослых заставляет остановиться и как-то посмотреть на это место по-особенному еще один дух воды в виде фонтанчика ну а нам пора наверх подняться на саму мельницу ведь нам надо найти принцессу который находится в заточении духе воды такие что-то напоминающие чертиков но милых и добрых количество мха говорит о том что зданию действительно много лет ну как утверждают путеводители более 300 лет что же поднимаемся наверх в поисках принцессы вот она разрушенная мельница ну опять же она имеет какой-то свой шарм и знаете как детям нравится лазить по заброшкам все-таки молодежь а она имеет какой-то свой из экстримчик и им нравится иногда здание заброшенного типа поэтому они также им интересны взрослые здесь будут просто релаксироваться отдыхать дети будут находить какие-то такие вот непонятные для них вещи и лазить по комфортной заброшки но по крайней мере у нас видите разноплановые дети от 5 до 18 и они захотели сюда приехать еще раз и их это место явно заинтриговала красивые локации надо сказать что вода вся чистая родниковая хоть бери и черпай кружкой пей где-то рядышком тут мы проходили есть кружки и вы можете из разных родников попить разную воду а также набрать ее с собой можете просто позалипать здесь есть розетка для интернета нашли мы заточенную принцессу была он там внизу и отправились дальше искать водопадики у каждого такой локации можно залипнуть и какое-то время провести просто любуюсь на то как течет вода это интересно много всевозможных колес мельниц экспозиции и они как-то так аккуратненько вписаны в природу и спрятаны то есть все таки требуется для того чтобы больше красоты и удивительных вещей увидеть их здесь искать поэтому когда ты идешь по одной части берега ты каких-то вещей не видишь а когда переходишь на другую часть берега ты видишь нечто большее и это делает интересным это посещение в кафе мы потратили примерно минут 30-40 безумно вкусно не первый не последний раз мы приезжаем в это кафе а также гуляя по этой мельнице ты тратишь примерно от 40 минут до полутора часов зависит от того согласен ли ты остаться здесь на какое-то местное время и просто посидеть тишине по релаксироваться ну вот этой локации поэтому максимальное посещение я бы сказал полтора часа минимальная 40 минут очень прикольно будет если вы здесь будете одни а если ее вы будете со второй половинкой суда приезжают люди например на свадьбу не проезжает мимо этого места конечно же и и поэтому я думаю для многих влюбленных сердец это место имеет какую-то еще сакральный такой символ например кто-то познакомился здесь например у кого-то здесь были свадебные фото но что интересно здесь нет этих замков которые вешают на перила это здесь и не нужно здесь есть чистая природа девственная который хочется просто наслаждаться гуляем мы натолкнулись на такую беседку она предусмотрена скорее всего на случай если пошел какой-то мелкий дождь а уходить совсем не хочется то это шикарное место для того чтобы его посетить во первых что-то похожее знаете как на японскую культуру вот здесь мы где-то латвия близко к этому когда ты просто получаешь какой-то такой неумоверное удовлетворение от простых вещей есть место конечно для барбекю как вы здесь видели но вот эта беседка чем интересно здесь всегда горят свечи даже не ночью а днем всевозможные букетные композиции которые пахнут и если мы посмотрим наверх то там просто миллион папоротников и ты просто сидишь в этой беседочке залипаешь вот на эту красоту ты просто наслаждаешься звуками запахами мы находимся во враге и лучики солнца падают неравномерно и ты очень часто видишь эти лучи солнца которые проходят сюда редкие лучики солнца здесь очень хорошо в июле когда жара для того чтобы охландиться но я бы сказал что здесь и комфортно зимой это не замерзающее место этот водопад не замерзает даже зимой и если вы живете в латвии приезжая сюда в любой сезон ты просто кайфуешь по-разному и у меня вопрос к вам вот вы если вы до этой минуты досмотрели если бы втянулись в этот вот позитивчик какие у вас эмоции и ощущения если вы даже еще здесь не были вот зарядились ли вы позитивом надо сказать что он находится в 70 километров от риги то есть максимально это где-то 40 минут может быть час поездки но это отличные выходные и если уж жизнь вас добила нервишки шалят не к чертикам и хочется какого-то позитива и даже если на это нет времени всегда можно найти час пути и полтора часа просто посидеть в этом месте она никогда не бывает многолюдным латвия вообще не многолюдно если так можно сказать но прикольно что у нас есть более сотни маршрутов когда вам нужен релакс выходного дня вы приезжаете в такие замечательные места для того чтобы почувствовать ритм жизни посмотреть как падают листья как проходят лучики солнца как растут ваши дети как стареем мы а может быть мудреем иногда хочется по философствовать и для этого нужна такая локация мельница ереки очень будет приятно если кто-то напишет в комментариях что узнал об этом месте впервые от меня действительно будет очень приятно ну что же данное путешествие выходного дня подходит концу сколько может она обойтись на вашу семью порядка 30 евро от 30 до 50 сейчас по традиции реклама самой позитивной страны евросоюза латвии маглунская базилика пилс родовский дворец наша кухня наш напиток и спонсор данного мероприятия лучшая строительная компания латвии бригада 1 спасибо что провели эти минуты со мной мне было очень приятно надеюсь вам также